Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Андрея Грини и в замечательную игрушку Project Zomboid со сборочкой HydroCraft Build 41.36. Что я собираюсь сделать в этой серии? Как видите, мы уселись в машину, тут вокруг всё зачищено, по идее... Так, давайте только посмотрим. Бензин, да, канистры у нас с собой имеются. Короче говоря, мы уселись в машину и я собираюсь съездить на разведку до тех складов, на которые я собирался. То есть до деревозаготавливающей компании. Блин, три сигареты маловато. Ну, ничего страшного, мы сюда ещё вернёмся. Я ж не собираюсь сходу туда переезжать. У меня куча всего в машине. Блин, надо было бы, наверное, разгрузить её. Ну, ладно, ничего страшного. Посмотрим, что по дороге нас будет ждать. В принципе, в этом районе зомбарей не так уж много. Вот такие вот небольшие группы, они пока... А вот, да, вот здесь вот группы уже несколько больше. О-о-опаньке! А вот здесь вот они уже вообще пипец какие большие. Ну, я, в принципе, примерно так и думал, что чем ближе к Северному шоссе, вот к тому, тем больше у нас будет проблем. Но я не думал, что их будет настолько много. Главное, чтобы сейчас нас не захавали и не разнесли эту машину к чёртовой матери, учитывая то, насколько она теперь картонная. Ух ты ж, блин, якорь мне в задницу! Так, по-моему, это немножко из другой оперы, но не суть. Эмоции это вызывает именно такие. Это просто крах. Вы посмотрите, сколько здесь зомбарей. И совершенно точно нам придётся с вами, ребят, наверное, баловаться огоньком. Для того, чтобы зачистить все эти территории, совершенно точно придётся пользоваться огоньком, костерком, ну или чем-то таким. Напомню, что у нас стоит сумасшедшее количество зомбей, но при этом отключен их спаун. То есть, по идее, если один раз я смогу увести или уничтожить всех этих зомбарей, то проблемы наши с ними закончатся. Единственное, что я, честно говоря, сейчас даже представить себе не могу, как их отсюда увести или как их, собственно говоря, сжечь. Потому что, если я сейчас посигналю, то они начнут бежать со всех сторон. И я просто через них не проеду. Учитывая то, насколько теперь они дамаджат. То есть, на скорости 3-5 км в час, в принципе, на 20-м зомбаре, то есть, нет такого понятия, как бортануть машиной. То есть, в реальности, в реальности, можно машиной хоть сотню, хоть тысячу человек бортануть. Ну, если они, конечно, неплотной массой стоят, потому что иначе ты в них просто завязнешь. Но вот так вот, как они сейчас стоят, можно их бортовать абсолютно спокойно, там на скорости 3-5 км в час. Даже пластиковому бамперу особо ничего не будет. А про такие машины я просто молчу. Вот. А здесь нам все это просто недоступно. Так, вот по этой дорожке я должен приехать на первый из складов деревозаготавливающей компании. На котором стоит времяночка такая, насколько я помню. Вот сейчас, если прямо поедем. Да-да-да-да-да. И давайте мы сейчас, наверное, повернем направо. В времяночку я не пойду. Там теоретически должны стоять машины. Наша задача сейчас найти бензин. То есть, не заходя на заправку, найти бензин. То есть, его сливать с машин, которые у нас расставлены, которые открыты и имеют этот самый бензин. Будем надеяться, что нам повезет. Смотрите, какая классная синенькая машинка. Я бы на самом деле махнул бы вот эту нашу белую на эту вот синенькую. Не потому что синенький цвет прикольнее, а потому что сама машина козырнее. Забираем канистру. Я думаю, что одной нам пока вполне себе хватит. Ну и давай посмотрим, есть ли тут что-нибудь очень интересное. Ключик есть? Скотч есть? Да, кстати, скотч давайте заберем. Вещь довольно-таки полезная. При помощи него можно много чего починить. Явно есть русские корни. Хотя нет, у нас была бы изолента, да. У нас была бы изолента. Я хотел сказать, есть русские корни у разработчиков. Но да, у них там скотч, а у нас вот изолента. Так, ребятушки, бензина по ходу дела здесь нема, да? Зато здесь есть насос и парочка сумок. Но сумки я брать не буду, так как у меня двуручный посох. И, соответственно, во вторую руку я один фиг ничего не могу положить. Так, давайте посмотрим состояние нашей машинки. Насколько она сильно покоцалась. В принципе, в принципе, она покоцалась очень слабенько. Общее состояние 68, так что еще, по идее, побегает. Правда, по тормозам и по крышкам не очень все хорошо. Ладно. И самое главное, что я не могу сейчас пока даже накачивать ничего, потому что лопатка давайте заберем. У меня вообще нет навыков механики. Я не читал пока никаких журналов. Поэтому и с машиной, соответственно, ничего делать не могу. Даже шины, как я понимаю, подкачать не могу. Так, есть тут что полезное там? Ведро давайте заберем. Больше в открытом доступе ничего нету. Давайте, значит, разберем часть ящиков и получим доступ к следующим. Благо, что весь инструмент у меня с собой имеется. Минус два ящика и чуть-чуть в плюс навык строительства. Че, есть что-нибудь? Увы и ах, в этом контейнере вообще не оказалось ничего полезного. Так что поехали дальше. Вот здесь вот теоретически на выезде должны быть разбитые машины. Где-то вот там вот, да? О, да. Они там есть. Давайте мы сейчас развернемся. Как же это медленно на этой машине делается. Кошмар просто. Пойдем посмотрим, что там есть в этих тачанках. Ну, как минимум, есть закрытая дверь. Кстати, мы можем разбить здесь окошечко, потому что машина-то говно на самом деле. Только что-то... Во, да. Разбить окно. Главное в руках держать что-нибудь, иначе он будет разбивать голыми руками и, возможно, покоцается. Ничего здесь нету. Ну, давайте так. Багажник открыт. Пойдем посмотрим, может быть, можно слить бензин. Да, есть такая опция. Можно слить бензин, действительно. Но не думаю, что его там прям очень много. Да, явно немного. Судя по времени, за сколько мы это все слили. Что у нас имеется в синейкой машинке? Ну, как минимум, здесь у нас имеется ключ от машинки. Правда, машинка, как обычно, сильно разбита в нулину практически. Такие машины вот аварийные. Они почему-то имеют по всем деталям 10%, не больше. Зато бензина в ней намного-намного больше. Короче, особо ее использовать смысла не имеет. Ну, хоть бензином разжились. И в багажнике... В багажнике у нее абсолютно пусто. А что в самой машинке? Давайте глянем. Мало ли что полезное. Ключик я подобрал на всякий случай. Ничего полезного абсолютно. Машина закрытая с ключом, но в ней нет ни одной вещи вообще. О, шина стандартная. Давайте заберем. 100% шина нам точно пригодится. Для обычной машины. Ну и давайте заправим нашу тачанку. Тачанка, тачанка, девчонка, хулиганка. Блин, как ты долго заправляешься, а? О, меня сейчас кто-нибудь обязательно съест. Как ни странно, никто меня не съел. Так, вот он поворот направо. И сейчас мы выйдем к корпусам уже деревообрабатывающего предприятия, в которых мы в прошлом сезоне, если можно назвать его прошлым сезоном, жили. Так, давайте мы чекнем вот этот грузовичок. Я бы, честно говоря, не отказался от какой-нибудь тяжелой техники. Правда, по-моему, давит она зомбари с тем же успехом. То бишь, никак. Ключей здесь нету. Бензина здесь тоже, наверное, нету. Хотя, черт его знает. Зато, вон там он есть зомби. Так, понятно, понятно, понятно. Ни черташеньки интересного для нас тут нема. А вот с зомбарями надо разбираться, ребят. Потому что я здесь собираюсь плотненько почекать все. Поэтому давайте мы сейчас с ними быстренько разберемся в нашем любимом монтажном стиле. Чудеса монтажа против зомби. Пара ударов, и все зомбари лежат на земле. Ну, для вас это пара ударов, а для меня это хреново туча развлечений. Так, тут еще у нас девочка зависла. Типа, однажды в студеную зимнюю пору зомбячка прилипла губами к окну. Сейчас, аккуратненько перебираемся вовнутрь. И она у нас отхватывает по зубкам. Все, с ней мы тоже попрощались. Соответственно, сам корпус я, наверное, сейчас досматривать не буду. Хотя, хотя, черт его знает, почему бы... Нет, не-не-не-не-не, пошли в машину. Этот корпус мне вообще никогда не нравился. Мы поедем к другому. Я сначала хочу посмотреть, что есть на стоянках, что есть по машинам. Потом пособирать себе что-нибудь, пожрать. Либо потом досмотреть вот этот корпус. И потом пособирать себе что-нибудь, пожрать. Короче, посмотрим. Для начала давайте проверим вот эти два грузовика. Зелончик. О, да, ребята, да. Здесь есть ключ. Отлично. Давайте посмотрим. Может, и бензин здесь есть, ребята. Мы живем. Правда, он какой-то очень медленный. Надо посмотреть, насколько у него большой багажник. Надеюсь, что больше трехсот. Нихренашеньки себе! Шестьсот сорок! С копейками шестьсот пятьдесят, грубо говоря. Давайте посмотрим, что у него по состоянию. И что-то мне подсказывает так. Ну, слушай, состояние не такое уж плохое. Сидение водителя пропукано немножко. А покрышки, да, уфаканы, как на всех грузовиках, судя по всему, коммерческих. Так, слить бензин. Блин, давайте вот с этой вот малявки сольем бензинчик. Блин. Ты не мог сначала обойти, а потом слить бензин. Ну, вот так вот всегда. В общем, ребят, я собираюсь перегрузить весь наш хабарчик с белой машины в этот грузовик. Потому что он мне как-то очень сильно приглянулся за счет того, сколько в него, сука, можно загрузить. В нем помещается десять тумбочек, блин. То бишь, десять объемов тумбочек. Даже чуть больше, чем... А, нет, ровно десять. В тумбочке шестьдесят пять килограмм. Так, давайте отсюда заберем вот эту мелочевку. А здесь шестьсот пятьдесят. То бишь, да, десять, ровно десять тумбочек. А это очень немало. Сливаем бензин с таксишки. По идее, нам надо, короче, две машины. То есть одна грузовая с большим объемом багажника. И вторая что-то поменьше. Может быть, какой-нибудь хаммер или что-то типа того. Правда, я надеюсь, что в игре хаммер жрет не так много, как он жрет в реальности. Там, в реальности у него расход по пятьдесят на сотню. Так, давайте попробуем сейчас поискать что-нибудь поесть. Потому что голод-то, как говорится, не тетка. Оставляем здесь только ягодки. Грибочки и все остальное мы убираем. И пускай все это дело у нас кладется в сумку. Ох, тяжело. О, блин. О, смотрите, мы уровень получили. Судя по всему, именно по собирательству. Все. Здесь у нас закончилось. И теперь у меня есть еда хотя бы. Где будем ночевать, я пока не решил. Надо бы, наверное, что-то покурить. Поесть, попить. Так, есть у меня одна мыслишка. Давайте мы, наверное, сядем в машину. А лучше сразу в грузовую. И запаркуем ее сейчас вот таким вот макаром. Нехитрым. То есть мы паркуем ее дверью к другой машине. И теперь я буду себя чувствовать в относительной безопасности. То есть я могу заглушить двигатель и вполне себе спокойно поспать. Только сначала давайте мы это дело перекурим. А то у меня стресс начинается. Также можно немножко перекусить вот сумскими ягодками. Что мы тут вообще такого интересного нашли-то? Ягоды бузины надо будет выкинуть. А то Гринни-то балбес. Он же может случайно и сожрать их. Вот, ребята, я уже сыт. И при этом наша жопа не растет. То есть ягодная диета, она офигенна. Как быстро похудеть? Ешьте фрукты и овощи. А какие фрукты и овощи? Лучше немытые. Давайте сейчас избавимся от всего лишнего. Вот ягодки можжевельника. Я понимаю, что они не совсем лишние. Но сейчас они нам точно не нужны. И ягодки бузины тоже туда же. Ну и все. Можно, по идее, ложиться спать. Открываем на В меню автомобиля. И нажимаем спать. Было довольно-таки прохладно. Но я уже проснулся тут буквально пару минут назад. Успел перегнать немножечко автомобиль, чтобы было удобнее перетаскивать вещи. И сейчас собираюсь заняться перетаскиванием всего полезного, что у нас есть в этой белой машине. В наш Zeylon. Я думаю, что я не буду вам это показывать, потому что это займет, наверное, минуты 3-5 реального времени. Кстати, именно столько это и заняло. 3,5 минуты реального времени. Немало у нас оказалось вещей. Слушайте, медленный он просто как капсдец какой-то. Давайте мы остановимся где-нибудь здесь, заглушим двигатель. И я хочу прочекать и освободить от зомбарей вот это вот помещение. То есть вот этот вот... Ах ты ж, сука! Блин, зачем я дверь закрыл? Твою мать! Ладно, давайте разберемся. Твою дивизию! Здесь их двое! Я надеюсь, что только двое, сучки! Блин, а? Вот так вот можно... Да что ж такое-то? Вы что тут, блин, размножаетесь делением, что ли? Походу, дело в этот раз нам не сильно повезло. Но чему я удивлялся? Количество зомбарей-то сумасшедшее стоит. Раньше у нас здесь обычно 1-2 зомбаря было. Ну, может быть, 5-6 на все здание. Так, очередной уровень. Судя по всему, это уже связано с боевой системой. И с зомбарями мы здесь разобрались. Так, есть еще кто? Да, есть еще один клиентус. Клиентус, отгребите, пожалуйста. Отгребите отсюда, я бы сказал, пожалуйста. Так, ладно. Что-то я, правда, устал несколько. Давайте посмотрим, есть ли здесь что полезное. Кожаные перчаточки. Да, кстати, по поводу шорт. Они защищают в том числе и голень, ребята. Если это длинные джинсовые шорты. Не просто джинсовые шорты, а длинные. В этом случае они защищают ровно так же, как обычные джинсы, только не дают дебафа к скорости. Так, парниша. Ох ты, у вас здесь двое было, да? Ну, соряныч. Соряныч, не заметил, не заметил. Так бы с двумя поздоровался. Хотя, в принципе, я с двумя и поздоровался. По зубам осахом. Да что ж такое-то. Откуда вас столько, блин? Все палы заляпали. По-хорошему, вот смотрите, я обладаю силой. Но я не могу заставить этих ублюдков убрать за собой. Если бы это были реальные люди, было бы намного все лучше. Перед тем, как им вышибить зубы и мозги, можно было бы заставить их прибраться. Блин, правда, после вышибания мозга... Ну, можно было бы одеть потом пакет на голову. Чтобы мозги в нем остались. И таким образом соблюсти гигиенку. Давайте наполним бутылочки наши с водой. Давно я не пополнял наши запасы. Здесь у нас ничего особо нету. Мыло давайте заберем. Снотворные, витаминчики. Вот эти вещи нам пригодятся, а остальное все говнище. Так, пойдем, пойдем. О, дамочка. Слушай, что она делает? Она, по-моему, она танцует. Она учится танцевать. Училась. Чьерт побери. А может быть, это была бы первая зомби-балерина. Но мы об этом уже, конечно же, не узнаем. Что нам тут полезного подкинут? Давайте посмотрим. Отбеливатель. Две баночки. Здесь тоже отбеливатель и полотенчика, по идее. Ну, давайте его тоже заберем. Такой большой гардероб. И из всего гардероба, в общем-то, ничего, кроме сумки-то, и нету. Давайте заберем мы сейчас эту походную сумочку. Вещевой мешок, точнее. По-моему, из двух мешков можно сшить один большой. Или мне кажется. Ладно, в любом случае, забираем этот вещевой мешок. И пойдем посмотрим, может быть, здесь еще в трубачках что-нибудь есть. По-моему, я тут не все досмотрел. А что-то, что-то как бы нет. Ничего полезного здесь нема. Что есть на этих ящиках? Ножовка. Нужна ли она мне? Нет. Деревянная киянка. Пригодится, я не помню. Надо, короче, ставить крафт-хелпер. Я что-то все время забываю. Мне уже сказали неоднократно, что он работает. Но я его, блин, не ставлю. Радио давайте заберем. Я его потом и разберу. Получим всякие ништяки полезные. Свечка. Надо обязательно забрать. Поставить за упокой души тех, кому я посохом по зубам съездил. Ну что, пойдем досматривать само помещение, наверное, сейчас. О, подожди, еще одно радио и резиновый молоток. Не помню, для чего нужен резиновый молоток. Но давайте заберем. Возможно, для того же, для чего нужна резиновая женщина. Но только это молоток. Так, есть кто-нибудь? Никого нету. Значит, мы можем спокойненько нажать здесь вот эту кнопочку. И таким образом в автоматическом режиме сгрузить в машину все, что у нас не помечено как избранное. Это довольно удобно. И как я без этого жил, я даже, блин, не знаю. Так, подожди. Давай-ка мы возьмем с собой запасной посох. Он у нас в машине там лежал. Вот его мы с собой возьмем, потому что мой скоро закончится. И не хотелось бы остаться вообще без оружия. Пойдем-ка мы сходим в комнату отдыха. Там вроде как пожрать что-то было. Не то, чтобы мне это было нужно. У меня есть ягодки. Яблочный сок. Давайте выпьем полностью. Это и жажда, и еда. И, как я понимаю, тоже не сильно бьет по нашей заднице. Точнее, по ее объемам. Так, ну это мы трогать не будем. В коробочке есть что полезное? Ничегошеньки. Ну, пойдем проверим, наверное, кабинет. Они тут у нас рядышком есть. Я хочу кое-что попробовать. Очень... Так, ну здрасте, приехали. Зомбари. Ну, кто бы сомневался с их сумасшедшим количеством-то. Ну, я думаю, что я не буду вас мучить показом уничтожения всех зомби, которые здесь есть в кабинете. Просто с ними разберемся. И теперь посмотрим, что тут у нас есть вообще полезного. Ничерташеньки. Жилет бригадира. Ребят, многие вещи я не одеваю. Мне там уже кто-то говорил в первой серии еще, что я не одел там плащ. Ребят, я не одеваю многие вещи, чтобы не перегреваться. Ребят, иногда реально лучше иметь меньшую защиту, чем перегреваться. Потому что перегрев в конечном итоге ведет к переутомлению. То есть ты быстрее утомляешься, и, соответственно, тебя можно будет быстрее слить. Да, ты будешь защищен, но ты, сука, не сможешь бегать. Поэтому лучше быстро бегать. Как говорится, рожденный бегать ты не получишь. Это очень такой, как бы, важный момент. Блин, мне нужны ножницы. Ножницы у меня есть в машине. Блин, ну почему же я не взял-то их, а? О, ножницы. Нормально. Ребят, прям смотрите. Кто-то явно следит за моим прохождением из богов игры, видимо. Ну что, снимаем. В общем, нам надо максимально снять сейчас здесь вот этого вот коврового покрытия. Поэтому я, наверное, на монтаже ускорюсь. Ну и как минимум одну катушку ниток мы с вами получили. Ну и теперь надо это ковровое покрытие положить на место. Правда, по-моему, у нас его несколько меньше должно быть. А, все, все, оно у нас закончилось, ребята. Все остальное покрытие я уфакал при съеме. Да, напомните мне никогда не укладывать ковролин у себя дома. Потому что вот в чем-в чем, может быть, доспехи я самостоятельно выковать смогу. Кольчуги я сделать самостоятельно в реале 100% смогу, потому что я их делал даже на продажу. Шить костюм я себе смогу какой-то, да? Но вот укладывать ковролин, линолеум, это точно не мое. Про плитку я уже вообще молчу. Все, с разговорами отдохнули. И пойдем дальше. У нас еще досмотр всего склада. Я хотел бы еще поразбирать там немножечко. Так, посох в обе руки. И понеслась. Не думаю, что здесь много будет зомбей. Но все, что есть, все наши. Вот эти ящички надо будет досмотреть. И да, я вижу как минимум троих зомбарей. Марья Ивановна... А, это не Марья Ивановна. Это Петрович просто с очень длинными, сука, волосами, бред. Следи за прической. До свидания. Прощаемся, господин товарищ барин. И третий зомбарь у нас ушел в окно, судя по всему. Бедняга. Вышел в окно от плохой жизни. Правда, даже здесь ему не повезло. Шестой этаж оказался первый. Пойдем досмотрим. Вот этот вот. Так, 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 скрепка. Это знаете, чем отличается падение с первого этажа от падения с шестого этажа? Когда человек падает с первого этажа, это звучит так. Бум! А-а-а! Когда с шестого... А-а-а! Бум! Вот как-то так. Так, в данном случае мы, правда, не слышали ни одного, ни другого. Ну, да, и фиг бы ты с ним. Будем считать, что мужику повезло, и он избавился. Или там, дамочки, я не помню. Избавился от этой гнилой карьеры. Так, забираем кузнечный молот. Он нам очень сильно пригодится. Я помню, как я его в каком-то прохождении с гидрокрафтом очень долго искал. И, кстати, да, постоянно многих людей бомбит от гидрокрафта. Видимо, бомбит от возможностей. Он нереалистичен. Ребят, он очень даже реалистичен. Он не заставляет вас ничего делать. Более того, да, он где-то нереалистичен. Мне говорят, что вот, ты никогда не сможешь выплавлять металл. Ребят, я металл-то смогу выплавлять. Вот обжечься столько раз, сколько ты будешь обжигаться в гидрокрафте, выплавляя металл, я действительно не смогу. Потому что я не дебил. А вот с выплавкой никаких проблем. Люди пользовались каменным оружием тысячи лет, но сейчас нам все технологии известны. Если взять технологии, которые использовали наши предки там 500, 600, 700 лет назад, то реализовать их в современном мире можно значительно быстрее и проще. Вот с нахождением железной жилы, вот это вот, да, это проблема. Но, с другой стороны, в округе очень много металла, который можно, по идее, переплавить. Гидра, на мой взгляд, просто расширяет ваши возможности, но ни к чему вас не обязывает. Просто немножко глупо, наверное, умереть от жажды, когда идет дождь, но у вас нету бочки. Или умереть от жажды, когда у вас есть бочка, но, сука, нет дождя. А в гидре есть хотя бы еще какие-то возможности. Тот же самый колодец, предположим, да. Ну, в реальности вы пойдете и с лужи напьетесь, в конце концов. В игре вот есть такие упущения. Гидра, многие такие упущения, не только с водой, она их устраняет. Так, ребят, что-то нам как-то не сильно везет здесь. О, клей. Так, ножовка, мешок давайте забираем. Да, пойдем, наверное, отдохнем. Нашел я пожарный топор. Это, наверное, единственный ништяк, ну, за исключением кузнечного молота, который действительно нам полезен. Сейчас разгрузимся в машинку, и надо, наверное, нам немножечко отдохнуть. А то я и перегружен, ну, перегруз это мы сейчас уберем. А вот то, что я реально устал, это проблема. Сбросить все. Так, и пойдем, мы, наверное, в машину сядем, поедим. Ну, а там посмотрим. Наверное, пойду дальше разбирать ящички. Так, давайте свечную ягодку съедим. Почему бы нет? А вот сумскую ягоду... Кстати, можно... Чего? Что? Что? Эм, у нас проблемы. У нас сложности. Блин, что ж ты так медленно ездишь, ты? В общем, да, прилетел вертолет в голубом самолете. Да, да, да. Прилетел вертолет в голубом самолете. Короче, наша задача сейчас сделать таким образом, чтобы сюда набежало как можно меньше зомбарей. То бишь, нам надо отсюда свалить. Напомню, что это работает таким образом, что вертолет кружится все время над игроком. То бишь, куда мы едем, туда и летит вертолет, как бы. И, соответственно, туда же бегут зомбари. Насколько далеко слышно вертолет, я хрен его знает, но очень далеко, ребята. Очень. Вот, видите, зомби уже сюда бегут прямо пачками. Ребята, ребята, надо за мной. Ни хренашеньки себе. Кто там говорил-то? Где-то в комментариях было написано, что у меня стоят на стройке зомби Х1. Вы серьезно? Вот это вот, по-вашему, Х1? Это они еще с города все сбежаться не успели. Это они вот здесь вот в лесочке стояли. Короче, ребят, у нас огромные проблемы и сложности. Главное сейчас в них не завязнуть. И наша задача все то время, которое... Блин, зараза! Вы хотите сказать, что вот это реалистично? И самое главное, что он сейчас очень сильно коцается, этот грузовик. Вот даже от таких повреждений. Я могу сказать, что я думаю, что на скорости 10 км в час через вот такую плотность людей на зелье можно ехать вообще просто, знаете, книжку читать на самом деле. У него... Ну, потом надо будет соскрести остатки с бампера, с железного. И... И все. То есть вероятность того, что он покоцается в реальной жизни о людей при вот такой плотности народа, она нулевая. Сука! Блин, гони! Блин! Что-то... Что-то, по-моему, у него половина поршней вывалилась, скорее всего. Вообще не тянет. Вообще не тянет. То есть мало того, что он медленный. Медленный, ладно. Основная проблема состоит в том, что... Блин, он... У него что-то с этим самым... С крутящим моментом какие-то проблемы. То есть он утыкается в зомби и не может его переехать. И... Не знаю. Такое ощущение, что все зомби это турчинские. Царство ему небесное. То есть реально ты в него утыкаешь, он останавливает грузовик и... И все. Говорит, чувак, ты дальше не поедешь. Я так... Я так сказал. Или как этот супергерой-то, который там кулаком машины останавливал. Походу дела здесь такая же лажа. Все. Значит, вертолет улетел. И теперь нам надо как-то вернуться на базу таким образом, чтобы... Не встречаться с этими зомбарями. Опаньки, скорая. Ребят, давайте-ка мы досмотрим эту скорую. Я хочу посмотреть, что там есть интересного. Надеяться на то, что сама машина у нас непокоцанная не приходится. Я бы вообще, конечно, себе скорую взял. Очень прикольная машина. В ней можно, кстати, спать совершенно безнаказанно. И в любых абсолютно условиях. Так, брателла, сестрелла. Так, все сдохните. Мне надо досмотреть скорую. Короче, там есть центральное пассажирское место, на котором можно спать. И к которому снаружи зомби никак подобраться не могут. К сожалению, такой опцией не обладает даже ни один грузовик. Хотя, по идее, почему бы нет какой-нибудь грузовик с кунгом. И в нем можно спокойно спать. Ни один зомбарь туда, сука, не доберется. Так, ничего полезного нету. Так, давайте возьмем сейчас из грузовика канистру. Где они у нас? Вот они у нас. И будем надеяться, что там есть хоть немножечко топлива. Есть ведь тут топливо? Да, смотрите, слить бензин. Есть. Не очень много, по ходу дела. Да, не очень много. Но все-таки есть. Что есть в багажнике? Так, в багажнике есть бета-блокаторы, дезинфицирующее средство и пластырь. Это все мы дело забираем. Так, ну здрасте, приехали. Да откуда ж вас столько? Слушай, это они все на вертолет до сих пор бегут, что ли? Что-то я не совсем понимаю. Реально их как-то здесь для проселочной дороги многовато. Очень многовато, блин, посох сломал. Ладно, давайте с ноги сейчас его отоварим. Лежать, я сказал. И, 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 и. Пойдем, наверное, садимся в машину и сваливаем. Я просто не помню, есть у меня посох. Точно не с собой. Так, пересаживаемся на другое место. Я забыл ход кей, который вызывает меню сидений. На какое пересесть. Ладно, потом посмотрю. Так, а что у меня с дополнительными посохами? Второй посох я не ставил в избранный. И поэтому я его скинул в кузов. Вот вам и минус большого грузовика. Ну, хотя у него есть, по идее, сидения. Надо просто быть не балбесом, как Гринни, а умным человеком. И сразу нужные вещи кидать на сидения. А не лениться, блин, пользуясь кнопочкой сбросить все в кузов. Не, ребят. Я надеялся, что тут вот этих двоих завалим и все нормально будет. Но тут еще клиенты, как видите. И мне кажется, что они какие-то бесконечные. Так что давайте мы отсюда сваливаем. Ну, они, естественно, не бесконечные. Потому что, напомню, у нас зомби ограничены в спауне. То есть спауна нету. Поэтому теоретически можно их всех вырубить. И к вопросам кто-то мне писал, что типа, а как ты играть-то дальше будешь? Скучно же? Зомби же мало? Нет, ребята. Во-первых, и лут тоже заканчивается. И, соответственно, вам в любом случае придется ездить в другие города. Ну, и во-вторых, в принципе, всех зомби ты все равно не истребишь. И если ты будешь такой, о, я город зачистил, все, я могу здесь ходить абсолютно спокойно, в носу ковырять. Но вот в следующий раз, когда ты засунешь палец в нос, тебя укусит за жопу. Это такая игра, в которой вот если ты делаешь вот так вот, ковыряешься в носу, ты тут точно умрешь. Без вариантов. Даже если ты супер-пупер опытный игрок и играешь уже не первый год. В том-то и прикол зомбойда, что здесь можно умереть просто, ну, не то, что тебя там толпа зомби съела, как меня в первой серии этого прохождения. А можно умереть просто, банально забыв, убрать осколки стекла, разбив окно, как бы, получить заражение и сдохнуть, потому что, как бы, ну, почему-то не сработали антибиотики, или их вообще не было, и ты получил заражение и умер от, как бы, от заражения крови в пальце. Все, все, до свидания. В этом весь прикол этой игры. Так, ребята, знаете, у меня есть план, вы мне очень давно пишите, почему ты не загоняешь машины вовнутрь, потому что это было не нужно. Вот сейчас это нужно, по какой причине? Я хочу в машине спать. Поэтому оптимальным вариантом будет, на самом деле, загнать машину вовнутрь, закрыть двери и лечь там спать. То есть у нас будет двойная защита. Во-первых, стекло машины самой, ну, такая сомнительная защита. А во-вторых, ой-ой-ой, ребят, по-моему, прикольно, что прикольно. Ой, нет, нет, не прикольно. Что там такое? Там ящик, там чертов факин ящик, блин. Можно его, конечно, разобрать, но мне кажется, что другие, другие помешают. Вот. Можно загнать, на самом деле, в соседние, в соседние ворота. Наверное, мы так с вами и поступим. Давайте откроем соседние ворота. Вот так вот. И загоним сейчас грузовик туда. И я смогу там спокойно лечь спать. Только предварительно, наверное, надо будет повесить баррикады на хотя бы то разбитое окно, которое, вот помните, там зомбарь у нас самоустранился, самовыпилился, да? Вот на то окно, наверное, надо повесить будет баррикаду. Но это я все сделаю уже, наверное, между сериями. Если вам понравилось это видео, если вы хотите продолжения, то обязательно ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Заходите ко мне в Дискорд, заходите ко мне на стримы. Везде буду рад вас видеть. Ну, а с вами был Грини. Всего доброго. Всем пока и отличного настроения. Пока-пока.